Так, ну я в принципе уже готов начинать. Ждем лишь последнего игрока коллектива Quality, это Оптимист. А, нет, Оптимист здесь. Ребят, если будет какая-то недостаточная громкость где-то там в игре, звуки или что-то еще, или наоборот потише надо будет сделать, вы пишите, чтобы я под вас подстроился. И вот, Философер, да, заходит последний у своей команды, и мы готовы врываться уже на ВВГшку. Ну и посмотрим, кто же возглавит пока что турнирную таблицу с девятью очками из этих ребят. Форматы или Quality, которые сейчас набирают популярность. Ну и пожелаем обеим командам удачи. Андрюша, ну давай, ну что ты, Андрюша. Сто раз перезагадить, что-то брать, убирать. Так, кстати, по оружиям. Уэйк у нас уашки, Рензо Аук, Лакост Аук, Лапа Тропе своя фирменная. Перчик играет у нас с Аугом, Оптимист с Аугом, Меридиан Аук, Философер Аук. Андрюша, наверное, Аук, да, действительно, тоже. Ну, хорош уже, давайте, жмите. Уже 27 минут прошло от начала игры. Как всегда, я не, ну... Следующий у нас, кстати, играет Литерейт, ребята, обязательно приходите на трансляцию. Литерейты у нас никогда не опаздывают. Обычно опаздывают их тем, не тиммейты, а визави. Их соперники постоянно опаздывают. Ну, если бы были бы вот такие вот ребята еще в старой, как Литерейт, это прям сразу можно смело говорить, что вот, грубо говоря, в 18.00 сразу бы началась игра. Ну, ладно, у нас тут начинается квалити между форматом С. Ну, и посмотрим, как квалити... А, нет, форматы почему-то, кстати, теперь выбрали обратную себе сторону. Поэтому я их быстренько... А, нет, все правильно, все с лапкой. Квалити, да, у нас начинают в атаке. Ну, и подальку есть выпад уже. Вейкинг взрывает перо. Ну, и здесь у Андрюхика быстрее разменивает. Лакос делает хорошие минуты. И бронебойная трензу! Вот так вот начинается первый раунд. Вот так вот от форматов начинается первый раунд. Бронебойная трензухи, красавчик. Так, ну, посмотрим, у нас, в принципе, растянутая атака сейчас от квалити. И с боковой есть Т-шка, два моста и один минус. Правильно, получается, себя Хаешку под ноги. Но здесь дальше на этом все и заканчивается. Ну-ка, оптимист закрывает Т-шку у нас. Ну, и бок начинает, в принципе, действовать потихоньку, помаленьку. Ну, а здесь уже мост также действует, жертв. Выбирает сила софера под мостом. Вейкинг забирает также еще и Андрюшу. И вот, в Т-шке есть оптимист. Ему вейкинг также вторую пачку ставит. Ну, и здесь уже лапа, да, кстати, с дроби своей из дома играет. Ну, и уходит он больше на восьминку. Ну, и меридиан все-таки еще успевает жертвы забрать. И 17 хп и 18 у двоих игроков атаки. Ну, здесь, мягко говоря, не завидую ей. Ну, и здесь есть еще цель. Ай-яй-яй, молодец. Лапа прочекал, ну и Рензо флакостом все-таки завершает. Раунд. Я пистолет забыл купить. И топ. Молодец, молодец, дракишка. Так, ну и что же, эквалити у нас фулл подальку решили сделать. Не получается у них пока ничего открыть. Ну, и вот перчик, кстати, ой-ой-ой, полетит просто аркадно на двойку. Джерс дает информацию, что это фасалька, ребятки, просто здесь должны зостворять. Тут Маевеки сделает уже первый минус по боковой. Также Философер проходит, минусует джерсу в двойке. Уэй, хорошо, Петон отыгрывает. Будет ли два минуса от него или нет? Нет, этот Меридиан разменивается. Лапа делает минус по Меридиану. И ситуация 2 в 2. Полетел, Андрюша уже окопался. Рензо свинтов у нас смотрит аплэнд. А в двойке-то Философер и его Рензуха сейчас не прощекает. Или прощекал, но все-таки Философер ставит ему пачку. И здесь Лапа еще с Петона отыгрывает. Лапы ставит по нему просто. Зави, что делает Лапа? 2 кило. Какой же жесткий Константин. Константин, Константин. Да, 3-0, 3-0. Пока что очень уверенно действуют ребята из коллектива Форма-Ц. Дали осечку они сейчас под Альфой. Но, в принципе, видим, что общими усилиями. Они компенсировали свою неудачу под Аплунтом. Ну и вернули себе преимущество. И заработали уже третий раунд к ряду. Ой, я хаешку упала. Вейкс прям по ноге. Вейкс 2 хп. Здесь просто одна пуля по нему залетит. И все рандомное. И Вейкс уже отпадет. У нас, кстати, Перчик смотрит все. Всю Аркаду. А, нет, уже спрыгнул. Философером пошел соло-мост. Ну, Вейкс отыгрывает в бетоне. Лакост моментуальный 2 кило делает. У нас теш, так же Аркадий Лакост. Три полкил. Бытый кадр у нас. Лакост у нас или нет? Ушел на три зарядки. Пошел за яйцом. Это квадрокилл. И последний у нас находится под винтами. А здесь его ждет Лапа. Тыщ! Ха-ха, и все. 4-0. Пока что без каких-либо шансов. Без каких-либо шансов. Лакост 7-1. Вейкс 5-2. Лапа 4-0. 3-1. Рензо и 1-2 пока что. Джеродик. Джеродик пока что потихонечку вливается в эту игру. Ну, Хаешка у нас, кстати, полетела. И застряла она на текстурке. Так, ну и смотрим. Это больше опять под мост. Рензо делает хороший минус. Но его там разменит Меридиан. Ситуация 4-4 на карте. Мост будет проходиться. Лакост принимает решение поджать винты. В принципе, верно. Сейчас Перчика, если поймает, будет совсем плохо все. Так, Вальд Вейкс, тем не менее, разменивается под единственным игроком. По единственному игроку. Коллектив Вальд Вейкс, который находился под Альфой. Ну и Философер, кстати, тоже. Уже убивает лапу где-то. Так, Джерас действует хорошо по перчику. Ну и 2-3 выбиванием должно быть один, но они, в принципе, должны как-то запустить больше на плен, но не дать пройти широкую. Кстати, вот Лакост это и предпринимает. Не дает пройти широкую сейчас. Ну и в дом залетает Хаеш. Ну, Лакост все-таки забирает, да, Меридиана на узкой. И остается один Философер, у которого 100 хп. И уже 0. И это 5-0. Слишком уверенный результат пока что за форматами. Не знаю, может 10-0 это будет. Сейчас бы ждать 30 минут, отыграть за 8. Круто! Так, ну что, под Альфой действует. Вейкс решает агрессивно поражать боковую. Здесь сразу 2 игрока против него будут действовать. Ну и вот первый пошел Меридиан. Нет. Меридиан, да, все-таки, погиб. Джерас также разменивается по оптимисту. И один Андрюша остается на сигарете. Джерас пытается перестреливаться. И очень успешно делает 2-й килл для себя в этом раунде. И это 6-0. Без шансов для команды Куалити. Начало миссии. Так, ну что же. 44 зрителя. Всем доброго времени суток. Дамы, господа Ренза! Опа, он фраг. Делает, но его опять же Меридиан разменит. Меридиан это какой-то проклятый человек для Ренза. Потому что он станет разменит он на мосту, он на медвее, то еще где-то. Но здесь у Лапы очень хорошая позиция. Если сейчас он примет мидл, то это будет Габелла. Но нет, там, кстати, оптимист на винт пошел. Или Лапа пойдет, скажем так, если не пойдет. Но здесь оптимист делает хороший минус по лапу. Так, мейнфрагер, команда фарма С. Канал в лето. Ну и 4 в 3. 4 в 3 первый раз, по-моему, преимущество выходит у нас в Куалити. Но Вейкич это преимущество недолго оставлял за этой командой. Ну и теперь уже паритет восстановлен. Как теперь, где эти философеры решают выходить. Вообще просто на морозе. И мы поехали по дону сюда, а то он просто 26 хп. И все выходит, бетон умирает. Ну и Джерс так же теперь забирает оптимист. Один меридиан рыдовый остается. 18 черт-поинтов легенда номер 18. Ну давай. Удивляйся. Первый пошел, это Джерс. И 2 в 1 ситуация. Вейкич. Как же он поставил жестко сейчас. Ну и это семерочка. 7-0. Под Б сейчас будет раунд. Скорее всего, да, Квалити именно под эту точку действует. Ну и переключаемся на Рензуху. Рензуха, удивляй. Ой-ой-ой, Рензур и 4 хп остается. Ой, какой хороший мув от Ренза. Мог даблкилоформить. Но, кстати, он убил меридиану. Но Перчик тоже его разменял. Ну ладно, это похоже больше на Б. Туда мост проходит оптимист с Перчиком. Ну а с дома будет принимать у нас Лапа, походу, с дроби. Нет, Лапа принимает. А, да, все, Лапа все-таки отправляется в дом. Ну и Мансует. Понимаешь, что и Мидл, скорее всего, будет. Ой, какая тайминговая Хаешка, Квалити прям под ноги. И одного игрока отрезают точно. Но один успел все-таки пройти на восьмерку. Ну и здесь Лакон начинает пересрелиться. Философия ставит по нему минус. Ой, какая неприятная Хаешка и Лапа прям под ногу. И вот дробь выходит в спину. Минус 1, минус 2 есть от Лапы. И на узкой последний игрока капал. А, нет, перочка, я оптимист. И здесь спина сейчас выходит. Нет, не спина. Кстати, есть информация по одному игроку. Ой, Джерзе спину будет заходить. Лапа. Крутит свою герданочку. Ой, как он ставит по перчику? Ну и сейчас час икс. Момент икс для Джерза. Ой-ой-ой, должен он был слышать сейчас оптимиста. Но оптимист вовсе уходит под дорогу у нас. И, возможно, это будет первый раз для Квалити. Ну или же 8-0 тогда вообще, я не знаю. Габелла. Будет Габелла, тогда этот шум вокруг Квалити просто превратится в пар. Ой, Аджерзе, Аджерзе-то. Аджерзе. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. 8-0. 8-0. Аджерз прочитал. Джерз прочитал. Бомба деактивирована. Чё-то как-то изи. Изи. Лемон слизи. 54 человека. Всем доброго времени, суток, дамы и господа. Так, ребятки. Это, похоже, вообще такой тотальный разгромный. Я боюсь, как бы реально, что 10-0 не было. Совсем будет беда. Ой, кстати, Альп сейчас будет принимать в одиночку, походу. Да, там уже поезд, вышел Андрюша и забирает с двойки джерзов. Вот и всё. А Вейк находится у нас под бетоном. Андрюша уже даблкил оформляет лапу, всё-таки успела делаться одним минусом. Минус Андрюша. Ну и 3-4 ситуации. Вейк прекрасно слышит, как тайминговый Рензо выходит. Визави Вейк так же с бетона забирает оптимиста у нас. Но Меридиан ставит бету, вот что важно. Вот что важно. И время. Время пошло. И здесь Меридиан будет принимать с б-планта. Ой-ой-ой, видит. Ой, ха-ха-ха, да ладно, как так? Вдвоём в дом пошли. Нет бы сразу на дефилт развести. Ой-ой-ой, Рензо зачекал. Ой, Меридиан ещё ставит пачку. Ну и Вейк забирает рамп, это 9-0. 9-0, дамы и господа. Фиаско. Фиаско команда Куалити. Что творится, господи? Ох-ох-ох-ох-ох. Жёстенько. Ну и мы начинаем вторую половину сразу же. Ребята понимают, что тянуть как-нибудь ни к чему это всё. 9-0, ну что-то. Турел совсем с тем плохо у Куалити. Беда. Беда. Я говорю, мы игру вот сейчас вот мы начали ровно в половину. В 8 минут шла игра. Ну, если сейчас 10 раунд заберут, конечно. 8-10 минут игра. Мы ждали полчаса. Почему не наоборот, а? Начало миссии. Так, ну и погнали форматы. Форматы уходят полностью подальше. Но это, скорее всего, чтобы быстро завершить эту игру. Попытаются они фастом занять Альфу. Но здесь на приёме будет Андрюша. Ну и да. Здесь Альфа накаляется. Андрюша успел сделать один минус. Молодойка уже занята. Ну, Меридиан сейчас бетонный вейк забирает. Ну и Персик, кстати, тоже под бетоном находится. Но Джеррт делает хороший минус по двойке. И здесь Персик ключевая фигура может просто выйти сейчас. Но его Джеррт опять же успевает разменять. И два игрока остаются. Это философер Меридиан в двойке. Меридиан рыдовый. Его забирают. И это Изи Пизи Лаймон Сквизи 10.0. Оформляем пацанов. Просто оформляем пацанов, говорят. Форматы это... Жёстко. Это просто мда. Ребят, я не буду лишних слов говорить. Ничего. Ничего. Ничего не буду говорить. Просто я ухожу на музыкальную палу. Всё, ребят. Это 10.0 за форматами. Формат игратс, квалити. Быстро тренироваться.